Библейский портал экзегет.ру представляет Такого проповедника, писателя, церковного, вроде бы мы не знаем Но есть древнее свидетельство папе Иерапольского Такого епископа, который собирал из речения Христа Что на самом деле это были воспоминания Петра, апостола Петра Которые Марк просто записал Петр рассказывал, а Марк за ним записывал Причем, кажется, записывал даже по-арамейски Потом, как замечают папе, переводил же их кто как захочет То есть у нас тогда приоткрывается некоторая тайна трех синоптиков Потому что Евангелие от Марка, Луки и Матфея очень похожи Это отдельная большая тема, сейчас не будем ее подробно разбирать И весьма вероятно, что действительно сначала у нас были эти воспоминания Петра Которые записал Марк, может быть, еще по-арамейски А потом на их основании возник текст нынешнего Евангелия от Марка Составленный секретарем Петра, Марком И Евангелие от Матфея и Луки, которые воспользовались тоже этими материалами Кроме того, это самая короткая Евангелие Поэтому логично думать, что оно было первым по хронологии А дальше дополнялись некоторые детали, уточнялось что-то Дописывалось и возникали два других синоптических Евангелия Иоанн, конечно же, четвертый Евангелие сильно отличается от первых трех И ни у кого нет сомнений, что оно написано отдельно и самым последним И вот это ощущение какой-то, знаете, торопливости в хорошем смысле слова Оно не оставляет нас, когда мы читаем это Евангелие Марк торопится нам рассказать Он очень хочет, чтобы мы услышали самое главное Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего Вот так, прям сразу Вообще-то, между прочим, очень многих мусульман смущает Этот первый стих Евангелия от Марка, Сына Божьего В каком смысле, что вы имеете в виду, спрашивают они Ну, Марк, собственно, отвечает на этот вопрос своим дальнейшим текстом Он не говорит ничего про Рождество, интересно Он не говорит ничего вообще про предшествующую жизнь Иисуса Это не важно Ну, важно, конечно, но во вторую очередь послушайте самое главное Евангелие — это благая весть, я думаю, что все, кто слышит эти слова Уже это прекрасно знают И Марк начинает с благой вести Вот все подробности потом, как-нибудь, кто-нибудь еще Но, тем не менее, все начинается с пророчества Так написано у пророка Исаия А на самом деле не только Исаия, но и Малахия Поскольку там составная такая цитата «Вот, посылаю впереди тебя ангела моего, чтобы он проложил тебе дорогу Голос взывает в пустыне Приготовьте Господу дорогу, распрямите пути для него» Два пророка, я уже сказал, Малахия и Исаия И при чем же здесь это? Он указывает на Иоанна Крестителя Иоанн тогда стал крестить в пустыне Он проповедовал крещение как обряд покаяния В нем прощались грехи К этому еще вернемся Но почему ему ничего не нужно сказать о Рождестве Христа И важно сказать о том, что были пророки, которые предсказали появление Иоанна Крестителя Разве это не второстепенная деталь по сравнению с Рождеством? Марк рассказывает о том, что было видно Он не рассказывает о историях, которые только некоторые их участники запомнили А вот все знали, все видели, это на площадях Иоанн Креститель Первый, кто говорит об этих вещах так, что нельзя не услышать И он это говорит не потому, что ему в голову пришло Или даже ему Дух Святой внушил А потому, что было пророчество И вот это сбывается И более того, впереди тебя, ангела моего Говорит Малахия И значит, приход ангела, вестника, посланника Здесь это Иоанн Креститель Он предваряет приход Бога Не просто так Много было пророков, да Но этот конкретный пришел для того, чтобы проложить дорогу Интересно, что он даже немножко по-другому ставит знаки припинания Точнее сказать, членит текст Знаков припинания тогда и не ставили Голос взывает в пустыне Приготовьте Господу дорогу Так было у Исаия Здесь голос взывает в пустыне И это такое лишнее подтверждение Что действительно Иоанн Креститель пришел по пророчеству А не просто вот такой человек, знаете, странный Стал там чего-то делать, интересно И что стал Иоанн делать? Крестить Проповедовал крещение как обряд покаяния В нем прощались грехи Крестить, каяться, проповедовать Все слова, которые мы прекрасно знаем Да, из такого церковного лексикона И поэтому Иоанн Крестителя представляет себе С крестом обычно в руке Стоп Про крест еще никто ничего не слышал Крест это было орудие позорной казни И на данный момент ничего больше Значит, он не крестил, не крестился Просто по-русски этот греческий глагол Баптидзо, он переводится словом крестить Потому что, ну, когда-то Древних русичей крестили с помощью крестов Креститься это значит принять крест Или крестное знамение рукой на себя наложить Либо принять крест на шею Ну, принять христианство А что он делал? Он погружал Совершал обряд омовения Который был Иудеям прекрасно знаком И он в каком-то смысле очищал человека Но для молитвы, для чего-то еще Очищал от ритуальной нечистоты Здесь сказано, что это был обряд покаяния Для прощения грехов То есть ритуальная нечистота То, что случается само по себе Ну, например, с женщиной В определенные дни календаря Это не вопрос ее вины, греховности Это вопрос гигиены Но здесь оказывается Что-то более серьезное Что-то такое, что требует личного влевого участия человека И это не повторяющееся действие Это действие розового Значит, огромное количество людей Которые приходили к Иоанну Сознавали себя нечистыми Но не в силу того, что они прикоснулись к мертвому телу Имели какое-то истечение Или что-нибудь еще Что делает человека в Моисеевом законе Ритуально нечистым Что требует омовения Да, естественно, это периодически происходит с людьми А то, что требует изменения жизни Что и есть покаяние Покаяние Это возвращение на древнееврейском Ташува Или переосмысление На древнегреческом Метану Здесь, конечно, греческий язык Но в нем слышны Еврейские или рамейские какие-то оттенки То есть Он совершал обряд омовения Для того, чтобы люди Переосмыслили свою жизнь И отказались от той нечистоты Которая не внешними прикосновениями навязывается А внутренним состоянием человека Образом его жизни Его сознательным выбором И к нему собирались со всей страны Иудейской все жители Иерусалима Исповедуя свои грехи Они принимали от него крещение в реке Иордане Собственно, повторяются те же самые слова Почему Иордан? Ну, наверное, самое простое Иордан Единственная полноводная река Более или менее Трудно сравнить, конечно, с какой-нибудь Волгой или Доном Никакого сравнения даже рядом Но река, в которую можно погрузиться Да, таких довольно мало В общем-то, честно сказать Святой Земли, кроме Иордана, других таких нет Но Иордан — это одновременно рубеж Когда-то израильтяне переходили через Иордан Вступая в землю обетованную И крестящиеся проходят через Иордан Даже если они на другой берег не выходят Сегодня пойди попробуй выйти Там граница государственная между Иорданью и Израилем Но они выходили другими людьми Выходили в другую землю В обетованную землю Даже если на тот же самый берег Сам Иоанн носил верблюжью шерсть Опоясывался кожаным поясом А ел саранчу и дикий мед Ну, то есть самое простое Причем то, что человек находит Саранча, она летает, прыгает Кстати, довольно калорийная пища Я, честно сказать, никогда не пробовал Но говорят, что да А дикий мед тоже сплошные углеводы Вот какая-то быстрая такая трапеза А самое главное Не сеял, не пахал Не пользовался плодами севой пахоты Вот то, что он найдет, то он ел Верблюжья шерсть довольно такая грубая Хотя теплая, кожаный пояс Вот такая самая суровая жизнь Жизнь действительно человека в пустыне Человека вне цивилизации И вот цивилизация приходит к тому Кто завернут в какую-то дерюшку, говоря Современным языком Живет там где-то на помойке Ест, что подберет А к нему приходят люди Хорошо одетые Накормленные вкусно Сытые, пьяные И говорят, что-то с нами не то Нам надо как-то измениться Он проповедовал так За мной грядет тот, кто меня сильнее Нагнуться и развязать ремешок На его сандалиях я и того не достоин Я воскрестил, омывая водой А он омоет святым духом Вот здесь как раз омывать или крестить по-гречески Одно и то же самое слово По-русски я перевел двумя разными Потому что, в общем-то, надо показать этот смысл Что крещение это не просто некий обряд Но это и конкретное физическое действие Человек погружается в воду И выходит из нее Чистым физически И предполагается, что чистым в духовном плане И он не достоин развязать ремешок То есть сделать самую-самую низкую работу Которую раб исполняет Когда пришел человек в гости Он, ну, чтобы ему не напрягаться Он протягивает ноги И раб с него снимает обувь Омывает ему ноги, чтобы он чистым вошел в дом И вот Иоанн говорит Я самый последний Я даже этого не могу И как раз в те дни пришел Иисус из Назарета Что в Галилее принял Это Иоанн о крещении в Ордане Смотрите, вот у нас появляется Иисус И как будто Марк вообще ничего не хочет о нем говорить Откуда он взялся в Назарете Как это все получилось Уже сказано в Евангелии Иисуса Христа, Сына Божьего Благая весть о нем И вот он появляется Только то, что видно снаружи Марк, он такой вот певец внешних деталей И сразу, когда он выходил из воды Увидел, как разделились небеса И сошел у него дух Словно голубь слетел Как? Потом другие евангелисты будут Немножко по-разному это описывать В каком смысле сошел дух Как будто голубь слетел Он был похож на голубя Он выглядел как голубь Марку это не важно Вот было такое, и все Вот можно было это наблюдать И раздался с небес голос Ты, мой возлюбленный сын С тобой мое благоволение То же, что за голос Это Бог говорит Это какое-то пророчество Кто его услышал? Кто видел схождение духа? Все? Кто-то отдельно? Иоанн? Иисус? Они оба? Неизвестно? Неважно? Вот давайте самое главное Успеем сказать У нас очень мало времени Говорит Марк своим слушателям Читателям Мой возлюбленный сын С тобой мое благоволение Такая вроде бы довольно простая фраза Наверное, так можно сказать Ну, любой родитель Про своего ребенка На которого он не очень сердится В данный момент Такие слова скажет И что? И больше ничего? А как же там пророчество какое-нибудь? А как же там особая миссия? Задача? Зачем он пришел? Они очень важны Это все раскроется потом Важно, что с самого начала Иисус с отцом Отец в его служении Видит свою благую волю Ее исполнение Подробности потом узнаем И сразу же О, опять сразу же Иисус пришел и сразу же Крестился Сразу увидел Сразу отправился в пустыню Это слово Постоянно будет повторяться у Марка Марк очень стремительный рассказчик Вот он действительно торопится И сразу же Дух отправил его в пустыню Был он в пустыне 40 дней Сатана искушал его Был он среди зверей Ангелы служили ему Как интересно он его искушал Как ему ангелы служили Что за эти 40 дней произошло Для Марка неважно Это некая тайна Это то, что было Только у Иисуса Мы этого не видели Не знаем Не будем притворяться Что нам это понятно Дальше Дальше Сразу же А после того Как схватили Иоанна Да, его схватили Арестовали Кто его схватил Почему Неважно Скорее Иисус пришел в Галилею Проповедовал там Божье Евангелие Он говорил Настало время И приблизилось Царство Божье Покайтесь И веруйте в Евангелие Иоанн схвачен Теперь слово За Иисусом И что же он говорит Настало время И приблизилось Царство Божье А что такое Божье Царство Покайтесь А как Покайтесь И креститесь Понятно Признайтесь В своих грехах И примите Обряд крещения Покайтесь И веруйте в Евангелие А что такое Евангелие Он передает Самую суть Да, вот Марк Как он начал Евангелие Иисуса Христа Сына Божьего Так самая суть Его проповеди Царство Божье Приблизилось Вы должны Покаяться И веровать в Евангелие Что это И как это Об этом Собственно Вся последующая книга Первая глава Такой Один большой анонс Проходя вдоль Галилейского моря Он увидел Симона и Андрея Симонова брата Они забрасывали В море сети Ведь они были рыбаками И вдруг такая Неожиданная деталь Какая разница Что они делали Вот смотрите Это все очень живое Он прямо картинки нам рисует Рыбаки Они просто сидят там Знаете уху Варят И базевывают От скуки А они в разгаре Своей рабатской работы Да Вот им Некогда Всякой ерундой заниматься И сказал им Иисус За мной Я сделаю так Что вашим ловом Вместо рыб Будут люди Хм Вот представим себе Что мы ловим рыбу А кто-то приходит И начинает нами командовать Во-первых Уйди не мешай Правда Во-вторых Какие есть еще люди Я вообще-то людей не ем И на рынке не продаю Может быть Мне бы рыбки поймать побольше Да Может быть С этим ты мне как-то поможешь Они тут же бросили сети И пошли за ним Пройдя чуть дальше Он увидел Иакова Сына Завидея Вместе с его братом Иоанном Они чинили сети Прямо в лодке Он сразу их позвал Они оставили в лодке Своего отца Завидея С его работниками И пошли за Иисусом Опять-таки Какая разница Что они делали Они после рыбалки Чинили сети Потому что Ну Сеть Когда она там в воде Она тралит Дно Естественно Где-то камень Коряга Что-то зацепилось Порвалось Почистить надо Сеть туда Столько набилось Травы Тины всякой Отец у них пожилой Видимо человек И вот Чего это Они все на него бросят Как это неприлично выглядит Молодые парни Здоровые Сидят Наводят порядок После своей ловли И тут они бросают Это все на отца Ну да У него там еще работники Какие-то есть Но все равно И сразу идут за Иисусом Скорее Скорее Точно Нет времени На эти обсуждения Вот Все происходит стремительно И выбор Который встает Перед каждым Он здесь и сейчас Некогда ждать Некогда объяснять Ловишь рыбу Чинишь сети Это не важно Начинается другой мир Пришло Царство Божие Где оно пришло Что-то происходит Разве Нет еще ничего Просто идет Иисус И По мере того Как он идет Это царство И приходит Оттуда они отправились Капернаум Ну это Селение В Галилее И сразу же В субботу Вот некогда ждать Нет бы подождал Следующего дня За субботой Ну мы сегодня Называем его воскресеньем Понятно по каким причинам Тогда его так никто не называл Первый день Нет некогда ждать Там люди Может быть Будут сомневаться Что суббота Подходящий день Для того чтобы Что-то делать Такое там Исцелять людей Некогда Царство Божие пришло Вот все здесь и сейчас И сразу же В субботу Он пришел в синагогу И там учил Люди поражались Что учил Он их не как Учит книжники А как тот Кто вправе это делать Книжники Толкователи Ну вроде меня Или я вроде них Объясняют то Что написано Хорошо плохо Второй вопрос Но мы не пишем Этого текста Мы не создаем Книгу Мы ее объясняем Истолковываем А он Как автор Вносит поправки В эту книгу Жизни Прямо здесь Сейчас Тут же у них в синагоге Был человек Одержимый злым духом Он закричал Что тебе донаться Иисус Назарянин Ты пришел нам на погибель Мы знаем тебя Ты свят у Бога Иисус Назарянин Вообще-то житель Назарета Хотя похоже на слово Назарей То есть Человек давший особый обет В Ветхом Завете Это описано И вот Человек Одержимый злым духом Сразу в нем признает Святого Святого в каком смысле Не в смысле Достигшего высокой степени Духовного и нравственного Совершенства А святую Бога То есть Вот Святость Бога Явлена в тебе Говорит он И я это сразу вижу И мне по этому поводу Говорит Одержимый злым духом Очень-очень неприятно Не надо меня мучить Вот пришло Царство Божие А у нас тут Свои дела Мы тут все течением Рыбу ловим В субботу собрались Помолиться Отдохнуть Потом надо Покушать хорошо С детьми поиграть С женой Обняться Еще что-нибудь сделать Хорошее Важное И даже вот Человек Одержимый злым духом Говорит Не до этого Мне сейчас Давай как-нибудь Другой раз У Марка Не бывает Другого раза Но Иисус Ему повелел Замолчи Покинь его Вот безо всяких Длинных объяснений Просто Приходит Иисус И Царство Божие Наступает в этой точке Земного шара Дух сотряс того человека И вышел из него С огромным криком С громким криком То есть Кричал конечно человек Но По действию этого духа Все были поражены И спрашивали друг у друга Что же это такое Новое учение Ведь он в своем праве А здесь слово Эксусе Греческое Которое часто переводят Как власть Но это власть Не в смысле Там власть Советская бывает Или там демократическая Или какая-нибудь еще А власть Как право что-то делать И получается Что Иисус Не просто учит Он этим самым Исцелением Показывает Ему повинуются духи Значит Он устанавливает Эти правила А не разъясняет Как книжники Он повелевает Нечистым духом И те ему повинуются Что-то новое У комментаторов Так не бывает Слух о нем Разнесся сразу По всей Галилейской округе Опять все сразу А из синагоги Они сразу пошли В дом Симона и Андрея Вместе с Аковым и Иоанном Это первые ученики Они уже только что Были упомянуты У Симона тещи лежала В горячке Иисусу Тут же сказали об этом Он подошел к ней Взял за руку И поднял на ноги Горячка у ней прошла Она смогла принять Как гостей То есть смотрите Еще явление Иисуса Это явление Не просто здоровья А вот Царство Божие В котором нет смерти Болезни Злых духов Вот оно просто Вокруг него Оно начинается С его приходу Оно еще не установилось В этом мире Но мы уже видим Его первые признаки А когда настал вечер Уже село солнце Стали к нему Приносить всех Кто был болен Или одержим Бесом Весь город Собрался у дверей Еще бы Бесплатно Лечит Исцеляет И ничего Он Согласен и так Даже если они Не хотят слушать Никакую благую весть А просто Для здоровья Он исцелил Множество людей Страдавших Разными недугами И множество бесов Изгнал Только Не позволял бесам Говорить Что они его узнали Значит Они узнают Беса Как существа Духовные Как существа Которые Видят Больше материального Мира Почему же Он им запрещал Ну Видимо Для того Чтобы Не принимать Свидетельства От бесов От нечистых Духов Может быть Еще для того Чтобы люди Сами Сделали для себя Выводы А не просто Колдовство Волшебство Такое Сделал фокус Чудо Исцелил И все сказали О да Вот это пророк Вот он Мессия Не это нужно И поднявшись рано До рассвета Он пошел В уединенное место Чтобы там Помолиться Смотрите Весь предыдущий день Был наполнен Событиями Поспать бы Подольше Ну Если уж Нужно Помолиться То Почему бы Это не сделать Позже Что вот Прямо Никак Нельзя Задержаться А вот Его отдых От этих толп Которого Осаждают Которые ждут От него Исцеления Мудрых слов Но больше всего Исцеления Для здоровья Чего мы Чего мы не сделаем На коленях Приползем Только бы Нас вылечили Особенно Если болезнь Тяжелая У нас Или у наших Близких А вот Эти толпы Они Они утомляют Может быть Больше всего И он идет Туда И тогда Где и когда Никто не будет Его беспокоить Где ему важно Быть наедине с Богом Вот Царство Божие Это ведь Не просто такой Огромный ресурс Такой мешок С чудесами Которые он Как Дед Мороз Принес И всем раздает Да И у всех Подарок А это некая Постоянная Непосредственная Связь Очень легко Потерять ее Очень легко Вот Раздать себя Без остатка Ему нужно Не отоспаться Утром Да Ему нужно Побыть с отцом Наедине Чтобы этой связи Хватило На наступающий день За ним Отправился Симон Вместе с остальными А когда они его нашли То сказали Все тебя и ищут Еще бы Знаменитости Здоровье дает Он ответил им Пойдем отсюда дальше Будем обходить Окрестные селения Я стану там проповедовать Ведь для того Я и пришел Не исцелять Хотя Хотелось бы Конечно Всем Чтобы нас Вылечили И наших близких И Ну Здесь в Копернауме Ну Такой Гость Он у нас живет Пускай он останется Да Нет Он должен обойти Все округу Он начинает Своё служение С того Что он не остается В одном месте Ему надо обойти Все села А что касается Исцелений Ну это Всего лишь Следствие того Что он туда приходит Это не цель Здоровье не главное Так ходил Он и проповедовал У них в синагогах По всей Галилеи Изгоняя бесов Приходит к нему Прокаженный И молит Упав на колени Стоит тебя пожелать И ты очистишь меня Прокаженный Ну Имеется ввиду Скорее всего Некая Кожная болезнь Может быть Та которую Мы сегодня Зовем Проказа Неисцелимая Кстати В те времена Сегодня Там с помощью Антибиотиков Ну Человек Фактически Гниет Заживо Очень тяжелая Болезнь И она делает Человека Нечувствительным К нервным Всяким раздражениям А одновременно Мир его отталкивает Делается Нечувствительным К нему Да Потому что болезнь Очень заразная И Он не просто болен Он грязен Вот Не в смысле Его греховности Но в смысле Его заразности И он говорит Не исцелить А очистить То есть Сделать меня Цельным Чистым Таким же Как все Остальные Иисус Пожалел Того человека Протянул руку Коснулся его И сказал Желаю Очистить И больше Не было Нужно Ничего И с него Тут же Сошла проказ И он очистился Иисус Строго посмотрел На него И сразу Отослал Прочь Сказав Смотри Ничего Никому Не рассказывай Почему Вот бесам Он запрещает Потому что Не хочет Чтобы нечистые Духи О нем Возвещали А здесь Человек Ничего Плохого Не сделал Более того Иисус Его пожалел У них Какой-то Уже Установился Дружеский Контакт А может быть Не нужна Эта реклама Чтоб бегал И кричал Ура Ура Мне повезло Вот какой Крутой Замечательный Пророк К нам пришел Не нужно Этого Пусть они Слушают Благую Весть Они Бегают В поисках Во-первых Здоровья Во-вторых Бизнес Шоу Такое Можно Собирать Толпы Билеты Продавать Вот этого Всего Не нужно Абсолютно Смотри, никому ничего не рассказывай Ступай, покажись священнику И принеси жертву очищения Как повелел Моисей Чтобы они убедились Ну, в Моисеевом законе Особое правило Для прокаженных Они Когда они Очистятся Они должны показаться Священнику Действительно Принести определенные жертвы Это такой ритуал И Иисус проявляет уважение К тем законам Которые Действовали Смотрите Царство Божие пришло Меняются законы природы Весь мир Уже не будет прежним Но Закон Он Уважает И соблюдает Те требования Которые нужно В данный момент Исполнить Это не Революция Это не отказ От прежнего Это дополнение И исполнение Прежнего Но тот Исцеленный Прокаженный Идва выйдя Стал без конца Рассказывать о происшедшем И все раскрыл Так что Иисус Уже не мог Просто так Войти в город Он оставался снаружи В уединенных местах И к нему Отовсюду Сходились люди Смотрите Не мог войти в город А почему Толпы Ну не враждебные же Восторженные Разве мы не хотим Чтобы нас встречали Восторженные Толпы Вот сейчас выйдут Вот выйдем мы Из этой студии Да И толпы нас окружат И будут Почитать нас Это будет приятно Утомительно Но приятно Ему не нужна популярность Ему нужно сердце людей И смотрите Он остается снаружи В уединенных местах Люди приходят к нему Это некоторый труд Не доставка шоу На площади городские Да Вот у нас сейчас Сеанс исцелений Любуйтесь все А наоборот Ты хочешь исцелиться Пойди туда Это небольшой Но это труд Ты должен сделать Свои шаги навстречу А вот это вот Масс-медиа Как сегодня это называется Вот это вот Феерия праздников Вот это вот Представление на площадях Это все Лишнее Это совсем Не про то Долго ли продержится Этот энтузиазм Ну конечно Об этом мы еще Почитаем Евангелие от Марка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому